Если вы излучаете счастье и радость, то тем самым вы привлекаете в свою жизнь все, что заставляет вам наслаждение и счастье. Это самый быстрый способ привлечь благополучие, изобилие и все, о чем вы мечтаете. Be and feel happy now. Вы должны излучать то, что хотите привлечь в свою жизнь. В этом секрет. Если вы чем-то недовольны, перепишите сценарий своей жизни. Дорогие мои, помните, если вы будете выглядеть счастливыми и довольными, независимо, ощущаете вы себя таковыми или нет, это состояние постепенно станет для вас привычным и естественным. Многие думают, вот когда они получат желанную квартиру или работу, вот тогда они будут счастливы. Изо всех сил стремятся достичь чего-то большего, не замечая маленьких побед. Кто-то считает, что счастье можно найти, что оно зависит от удачи, не понимая одной простой истины, что оно напрямую связано с нашими мыслями. Где бы вы ни искали, вы найдете только то, что есть в вас. Счастье нельзя найти вне себя. Настоящее счастье находится в вас. Вы уже обладаете им. Скажите себе, что с этого дня вы счастливый человек. Наш мозг живет привычкой. Ведь что такое счастье? Это внутреннее состояние. Поэтому учитесь радоваться и испытывать счастье каждый день. Ищите счастье в мелочах. Умение радоваться простым вещам и событиям делают человека счастливым. Встреча с друзьями, прогулка при луне, умение наслаждаться чашечкой чая с медом, так как будто это великое событие в жизни. Помните, счастье состоит не в обладании, а в радости использования. Если у вас нет пока того, о чем вы мечтаете, цените и будьте благодарны за то, что у вас есть. Пока ваша ситуация не изменится. Пока первое место в вашей жизни занимает то, что вы имеете, вы будете зависеть от других. Но если главное в том, что вы собой представляете, тогда все замыкается на вас. Привычка мыслить позитивно. Как приходится слышать довольно часто, это представляет определенную сложность для начинающих. Давайте разбираться вместе. Первое, что необходимо понять, это то, что невозможно мыслить негативно и позитивно в одно и то же время. Хочу ответить на вопрос, который задают очень многие. Как научиться постоянно мыслить позитивно? А как вы учились ездить на велосипеде или на машине? Практика, практика, еще раз практика, друзья мои. Каждый день тренируйте себя. Ожидайте лучшего. Мысли об успехе, благополучии и счастье должны стать вашими спутниками. Помните, что мысли творят нашу действительность. Следующий момент. Как же излучать счастье и полное удовольствие жизнью, если еще и ожидать только хорошее, когда ситуация и обстоятельства вокруг складываются не лучшим образом? Одеть розовые очки, ходить как ни в чем не бывало? В этом ничего плохого нет, но у нас другой метод. Примите то, что происходит с вами в данный момент. Не тратьте свое драгоценное время и силы противясь обстоятельствам. Направьте лучше свою энергию, чтобы дать положительный заряд тем обстоятельствам, которые вы хотите видеть в своей жизни. Перестаньте бурно реагировать на вашу действительность. Воздействуйте на нее силой мысли. Как ни странно, вы начинаете изменять свою реальность с той минуты, когда перестаете на нее непрерывно реагировать. Почему? Да потому что реакция-то отрицательная, а реакции предшествуют вашей мысли. Но об этом мы поговорим чуть позже. Перестаем бурно реагировать и определяем время для созидания. Вам необходимо добиться всего, понадобится всего около 15 минут в день для концентрации на том, что вы хотите получить. И лучше всего это делать вечером. 15 минут мечтаем об идеальной жизни. Делаем это в настоящем времени и подкрепляем образ эмоциями. И не надо думать, будто это сложно, требует усилий. Я бы сказала о силе воли. Вот что важно. Но зато, когда вы овладеете этой техникой и у вас появятся реальные результаты, вас это вдохновит незабываемо. Вселенная – это бездонное море энергии, которое пронизывает все. И наши мысли являются тоже энергией. Вселенная динамична, она живет по определенным законам. Лето сменяется осенью, осень – зимой, на смену зиме приходит весна. Если мы посадим клубень гладиолуса в землю, у нас вырастет гладиолус, но никак не роза. Это понятно. То же самое с нашими мыслями. Если вы постоянно думаете о проблемах, их будет еще больше. Или если вы хотите выйти замуж, а сами думаете, что все хорошие мужчины уже женаты, то вы вряд ли с такими мыслями найдете себе достойного мужа. Поэтому, когда вы о чем-то думаете, знайте, что каждая ваша мысль огромными буквами записывается на небесах, на Вселенной. Продолжение следует...